Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Мы с вами не виделись аж с прошлого года. Пользуясь возможностью и снимая первый ролик в новом году, я хотела бы поздравить вас со всеми праздниками. Я надеюсь, что вы отметили их на позитивной волне, спокойно, по-уютному, по-домашнему или бурно и весело на вечеринке. Это абсолютно не важно. Главное – настрой, с которым мы с вами входим в Новый год. Итак, бюджетные фавориты прошлого года, которые я любила, которыми пользовалась, которые обожала и которые я забираю с собой в Новый год. Поехали! Прежде чем мы с вами начнем, я хотела бы сделать небольшое отступление, чтобы не было каких-то дополнительных вопросов или домыслов. Этот ролик не спонсирован, ни один из брендов не знает, что я буду показывать, что я буду рассказывать. Это всего лишь моя инициатива. Теперь я думаю, что мы все разложили по полочкам и давайте приступим. Начинаем с ухода. В прошлом году я снова активно начала пользоваться мицеллярными водами. Сначала я убираю ими макияж, а потом уже умываюсь какой-то пенкой. Или когда крашусь, иногда что-то подправляю. Обе мицеллярные воды мне очень подошли, нравились. Они хорошо справлялись со всеми своими демакияжными задачами. Они не высушивали кожу. И еще нам очень-очень долго хватает. Здесь 500 мл, а здесь 400. Это практически закончилось, а здесь где-то 2 третьих. Они заявлены как увлажняющие и обе могу рекомендовать. Вот это пахнет чуть менее активно. И вот одна из них стоит здесь, где я крашусь, а вторая в ванной комнате. И обе классные. Каждое утро и вечер я обязательно использую еще какое-то средство для очищения кожи. Стоп, неправильно. Не какое-то, а что-то от бренда ЦРВ. Я не просто поклонница этого бренда, я постоянный клиент. Вот то, что вы видите у меня в руках, я приобретала самостоятельно. Несмотря на то, что бренд постоянно что-то мне присылает попробовать. Или спрашивают, что у тебя закончилось. Но иногда закончилось, я сразу бегу в аптеку и приобретаю. А если вяжу новинки, то с удовольствием пробую. Я еще ни разу не разочаровалась. Но эти две версии стали для меня и новинками, и открытиями прошлого года, в которые я безгранично влюблена. Это увлажняющий крем-гель, который превращается в такую легкую пенку. И вот на этой упаковке указано, что можно использовать и для демакияжа. Но я скажу вам по секрету, что каждое средство ЦРВ я использую для финального очищения кожи и для демакияжа в том числе. И все эффективно с этим справляются. И самое главное, что они не нарушают мой защитный барьер. Нет ощущения сухости, стянутости, чего-то неприятного на лице. Они не жгут мне глаза. И вообще ЦРВ это тоже такие универсальные средства, которые можно использовать и для лица, и для тела. Это номер раз. И второе, это пенящиеся увлажняющие масла для очищения кожи. Но это не гидрофильное масло, оно гораздо легче. Оно не вязкое, оно не липкое, оно хорошо не просто удаляется, а оно превращается в пенку и очень просто и быстро смывается. И посмотрите, сколько у меня улетело. Я правда вот вся им моюсь и очень люблю. Ухода у нас будет не так много, но тем не менее это уход с бонусами, а не просто лишь бы было. И тем более, что можно всё приобрести онлайн и будет гораздо дешевле. И всего этого хватает на очень долго, поэтому если пересчитать, то получается очень выгодно. Я не буду делать отдельное видео по уходу за волосами или за кожей головы. И у меня не так много того, что я могла бы от сердца посоветовать. Но это то, что спасло меня, я порекомендовала вам. И очень многие написали простые человеческие слова благодарности, потому что многие борются с перхотью, с проблемной кожей головы, с зудом. И это можно перечислять бесконечно. Этот шампунь мне назначала мой дерматолог несколько лет тому назад. И сейчас, фу-фу-фу, где бы постучать, я не пользуюсь никакими мазями, я не принимаю никакие таблетки. И я заметила, что в принципе кожа головы успокаивается после того, как я пользуюсь шампунем от бренда Виши. Он очень хорошо работает с микробиомом кожи. То есть это не такой шампунь от перхоти, как многие из масс-маркета, которыми, знаете, пользуешься, проблема уходит. Перестаешь пользоваться, бац, всё вернулось. Нет, это что-то, что помогает справиться с проблемой. У меня версия для нормальных и жирных волос. Их там есть несколько, но это мне подошло больше всего. Я готова на него молиться. Крем, который мне полюбился больше всего в этом году, это было неожиданно. Бренд Etude House, линейка Sun Young, наверное. Крем, восстанавливающий защитный барьер. Но по факту это очень хорошее увлажнение. Причем я могла бы пользоваться им круглый год, как утром, так и вечером, с любой активной сывороткой. И если у вас нормальная или склонная к сухости кожа, как у меня, то можете также весной, летом одним цветом. Или же, если у вас комбинированная и жирная, то зимой это отменный вариант. Он не липкий, он не жирный, он хорошо впитывается и макияж на него наносится прекрасно. Чего еще можно хотеть? Любимый SPF прошлого года, причем у меня есть как в виде крема, так и тонирующая версия. Это бренд La Roche-Posay, их линейка Angelos, Age Correct. По-моему, это тоже была новинка прошлого года, SPF 50, как у одного, так и у второго. Мне нравилось то, что это не просто защита от солнца, это еще и увлажнение, это приятная текстура. Мне нравится, когда лицо слегка так блестит, когда это не просто крем, который впитывается под ноль. То есть для меня это и уход, и защита от солнца. И действительно, сама линейка была разработана как предотвращающее преждевременное старение. И если у вас есть уже какие-то возрастные изменения, то крем реально помогает осветлить какие-то пятнышки. Когда были пост-акне, я активно мазала, чтобы это все не превратилось в пигментные пятна. И они становились светлее. Поэтому, да, я согласна с тем, что нам обещают. И вот эта тонирующая версия отменно подходила мне на теплое время года, когда я слегка подзагорела. То есть он не супер светлый, но он неплохо подстраивался. И лицо с ним такое холеное, очень красивое. То есть для меня это было два в одном. И макияж, и защита от солнца. И когда мне нужно было это все обновить, я покупала спрей тоже от La Roche-Posay. Наносила это все вуально и продолжала ходить, радоваться классной солнечной погоде и не переживать за защиту от солнца. Обожаю. Уже несколько лет подряд есть такой тренд на ночные маски для губ. И зачастую они не такие-то и бюджетные. И у меня есть несколько. Но вот эту масочку я показывала вам несколько раз. И я приобретаю ее на постоянной основе. Это ночная маска от бренда Eveline. Но я иногда наношу ее в течение дня, когда есть какой-то дискомфорт на губах, когда есть покраснение. Иногда дети облизываются где-то на ветру во время прогулки. И аж вот так вот вокруг все красное я наношу плотным слоем. Она хорошо смягчает, увлажняет, восстанавливает. Пахнет бананом. Она с ланолином, маслом ши, маслом органы, кокосовым маслом, чилиным воском и витамином Е. Как бы там ни было, чтобы не писали на упаковке, я могу сказать, что это однозначно работает и не стоит миллионов. То, что стоит на моем прикроватном столике. Сейчас поняла, что забыла принести еще и крем для ног тоже от ЦРВ. Я бы брала сразу в паре. У меня есть еще маленькие версии кремов для рук. Я всегда ношу их с собой где-то в сумочке. У меня ужасно сохнут руки. Они шелушатся, они трескают. Но это такая особенность. Я так реагирую на холод. И пятки. И пятками нужно заниматься, иначе они тоже высыхают, как пустыня Сахара. И мне нравится этот крем, во-первых, своим действием. То есть он хорошо увлажняет, смягчает руки. Но он не липкий, он не жирный. Я не переношу, когда это, знаете, как маска на руках. И ты вообще не можешь взять телефон, ты ничего не можешь потрогать, ты не можешь выдержать сама с собой. Это легкий, но работающий крем. И я уже не знаю, сколько раз я его приобретала. С уходом мы закончили. Теперь приступаем. К макияжу. Я не знаю, как так получилось, но в прошлом году я открыла для себя так много хороших, качественных тональных кремов именно из масс-маркета. И я даже чаще использовала их на каждый день. Что тут говорить? На все праздники я красилась ими. Ими, потому что сейчас я миксую два из них, и для меня это идеальный тональный крем. Хотя по отдельности они тоже хороши. Тональный крем, который есть у меня в двух версиях. Посветлее и потемнее. Это бренды НАВ. По-моему, одна из последних версий. Рич Голд. Хотя, может, они наплодили уже больше. Он дает и хорошее покрытие. Здесь SPF 50. Плюс вот такой влажный, сияющий финиш. Мне такое нравится. Он растворяется на кожу. Он наносится хорошо как руками, так и спонжем, кисточкой. В него просто можно упасть. И он сам по себе распределится. На мне он стойко держится. Я его не поправляю в течение дня. Но разве что я что-то активно делала. И тогда проступает блеск. Я убираю это все при помощи даже бумажного полотенца. И все с ним дальше хорошо. Не уверена, что он также будет держаться на жирной коже или комбинированной. Но стоит попробовать с хорошей фиксирующей прозрачной пудрой. И оттенки здесь классные. Сейчас у меня оттенок 21. И 23 подходил мне тогда, когда я чуть более загорелая. Стойкий, перекрывающий, комфортный, углажняющий. Фотошоп буквально на лице. Это бренд Catrice True Skin. Это самый плотный тон из всей моей сегодняшней подборки. Он очень хорошо скроет какие-то несовершенства. Если ситуация того требует. У меня была проблемная кожа в начале прошлого года. И мне нужно было снимать видео. И иногда идешь куда-то там в люди. И хотелось примарафетиться. Это не решало мою основную проблему. Но тем не менее, добавляло мне несколько плюсов к уверенности себе в тот момент. И если есть какие-то пигментные пятна, с которыми вы не можете совладать. Но хочется выровнять тон кожи. Но при этом, чтобы лицо не сохло, как от Double Wear от Estee Lauder. Вообще, этот тон гораздо круче многих даже люксовых тональных. И если вам нужно плотное, комфортное покрытие, то вам по этому адресу. Еще одна замена люксу. Ну, как минимум, тону от Yves Saint Laurent Touche CLA. Он также хорошо перекрывает. Это где-то средняя плотность. При этом он красиво сияет, приятно ощущается. И я не могу насмотреться на себя, когда я накрашена этим тональным кремом. Это Fit Me от Maybelline. У меня версия для нормальной и сухой кожи. У меня был оттенок и посветлее, но я случайно его разбила. Поэтому сейчас 120-й, типа классический Ivory. Но это не совсем так, потому что он довольно загорелый. И мне приходится смешивать его с Enough. С тем, который посветлее. И это просто идеальная комбинация. Я балдею, когда я крашусь этими двумя тональными кремами. Смешиваю на руке и все так разглаживается, сияет и хорошо держится. Но сам по себе тон отменный. Более легкое покрытие. Нравилось мне как летом, так и в начале осени. Это Seventy, много раз о нем рассказывала. The Natural. У них есть еще один тон с другим названием. Его у меня никогда не было. Я вижу, что некоторые из вас приобрели его. Напишите, как вам. Может мне тоже стоит присмотреться. Но у меня именно The Natural. У меня несколько баночек. И все из них в номере 2. Он как-то хорошо подстраивается. И тогда, когда тепло. И тогда, когда холодно. Ну, в смысле, загорела я или не загорела. Это зависит от этого. А не от погоды. В общем, это невидимый тон на лице, который увлажняет и хорошо скрывает какие-то мелкие недостатки. Если что-то еще нужно доперекрыть, то я потом поверх наношу корректор. И еще более увлажняющий, еще более невесомый на коже. Это BB-крем от бренда Pupa. Я где-то, по-моему, потеряла первый оттенок. И у меня был как первый, так и второй. И оба из них загорелые. Я предупреждаю вас, то есть, если вы совсем светленькая девочка, если вы белоснежка, или у вас такой цвет кожи, как у меня сейчас, то один и второй будет для вас слишком темным. Поэтому я приберегу их на холодное, на теплое время года или на те времена, когда я начну пользоваться автозагаром. И в одном и во втором SPF 20 это тоже всегда плюс. Так как мы с вами в категории тональных кремов, это не фиксатор для макияжа. Но если вам не нравится запудренный эффект, если вы хотите как бы соединить все слои макияжа, в принципе, это работает как MAC Fix Plus. Если вы искали что-то побюджетнее, то вот такой мист от бренда Enough, тоже линейка Collagen. Он еще более увлажняющий, но он не растворяет все, что вы нанесли до этого из макияжа. Такая легкая душка, мог бы быть более мелкий распылитель, но за такую цену я ему это прощаю. И сейчас вместо Fix Plus я переключилась на него. Нравится? Из бюджетных консилеров меня ничто не покорило больше, чем вот этот Evaline. Поэтому я вернулась к нему и я знаю, что даже многие любители люкса переключились на него. Это Evaline Magical Concealer, который я наношу под глаза. Он кремовый, он такой жирненький, он увлажняющий. И я фиксирую его тоже бюджетной пудрой. И у меня ничего не перемещается, не заваливается в морщинки мимические. Все с ним хорошо. И для возрастной кожи, для молодой, для тех, кто не любит вот такое что-то железобетонное, как, например, Tarte Shape Tape, я не представляю, как им можно пользоваться даже в микроколичестве. Для меня это сразу, это даже не пустыня Сахара, это сразу состарится на 15 лет. Кому оно надо правильно? Никому. Поэтому я пользуюсь вот такими увлажняющими, при этом перекрывающими. И если зафиксировать все правильное пудрой, это будет отлично. Для маскировки несовершенств я уже второй раз купила себе, вообще-то это и консилер, и корректор от бренда Pupa под названием Wonder Cover. У меня оттенок 2, он тоже хорошо мне подходит в любое время года, вне зависимости от загара или его отсутствия. Это очень плотное средство, это стойкое, но при этом он не сушит так, как Tarte. Я под глаза довольно редко наношу его, разве что я совсем не выспалась, и мне нужно для съемки видео или какой-то вечерний макияж. Я делаю, я не так часто хожу в свет, поэтому скажу вам честно, что я наношу его на несовершенство, когда они есть. И после того, как меня укусила собака, у меня еще осталось несколько шрамов, не на шамика, но шрамы на лице есть, которые я сейчас подлечиваю, и их приходится маскировать, так как они до сих пор красные над глазом, и здесь еще короче. Без корректора я пока что не представляю себе свой макияж, а на каждый день хожу так, как есть. Очень хорошая стойкость, хорошая плотность покрытия, и он, как говорят поляки, мега. Что же за пудра под глазом? Я ее вам недавно показывала, это бренд Хэан, сатиновая пудра, ой, что-то тут после последней поездки высыпается, наверное, не докрутила. Это очень мелкая пудра, она белая в упаковке, но вы, вот запомните, наносите ее в минимальном количестве, иначе у вас, может быть, белая под глазами. И я заметила, что когда я снимала себя на телефон со вспышкой, то у меня тоже проявлялись белые круги, поэтому совсем чуть-чуть, и все хорошо. Она не сушит, она фиксирует консилер так, чтобы он не закатывался никуда, чтобы он не пропадал с вашего лица, но при этом она не сушит. Для меня вот всегда должно быть несколько критериев, которые выполняет пудра под глаза, иначе мы не подружимся. Это очень классно и стоит недорого, надолго хватает. Категория брови. Девочки, недавно так подровняла себе форму, что такими тонкими мои брови были, наверное, только в подростковом возрасте. Надеюсь, что это временно. Я не знаю, что на меня нашло, но слава богу, что есть, чем это все докрашивать. Первое это два тоненьких автоматических карандаша, оба со щеточками, оба хорошо пигментированы. Они идеальной жесткости, то есть и не твердые, и не слишком мягкие, и при этом цвета у них классные. Пожалуй, самые универсальные. Не всем нравятся такие оттенки, как люблю я, с легкой оливковой ноткой. Мне хотелось бы еще и такие, но есть то, что есть, и для моих больших пробелов на бровях, это то, что надо на данный момент. Но я думаю, что если вы не светлая блондинка от природы, вот такая пшеничная, то для вас это наоборот плюс, потому что это идеальный серо-коричневый подтон. Первый карандаш от бренда Everline. Он у меня в оттенке Tau, по-моему. Да, 01. И он чуть мягче, наверное, чем Belor Design, но как бы мне не к чему придраться. Он супер-супер клевый. И второй Belor Design в номере 204. Тоже тауповый. Щеточка. Все, как я говорила несколько секунд ранее. Карандаш, которым я пользовалась очень часто в прошлом году от бренда Paese. Это уже другая формула. Это карандаш в виде пудры для бровей. Он тоже идет со щеточкой, что очень удобно. Ничего там дополнительно не нужно с собой возить, носить и приобретать. И он просто точится обычной точилкой. У меня шик и это Honey Blonde. Это вот прям безупречный оттенок именно для моего цветотипа. То есть, если на бровях есть какая-то дырка, то мне приходится его наслаивать или докрашивать темным оттенком. Но до того, как я вот себе такого натворила, для меня это было супер классное средство для повседневного быстрого использования. Так как у меня, ну не то чтобы челка, но у меня каре и постоянно вот эта передняя часть волос цепляет брови. Их нужно фиксировать так, чтобы они, знаете, не жили своей отдельной жизнью. И я люблю супер фиксирующие гели. И, к сожалению, сейчас мой любимый люксовый гель для бровей прозрачный от бренда Lancome уже снят с производства. Он нигде не продается. Но, к счастью, есть бюджетные аналоги, которые ничуть не уступают и точно так же хорошо держат брови на месте. Тут я должна сказать большое спасибо бренду Luxe Visage, которые прислали мне новогоднюю посылку с новыми гелями для бровей. Поэтому сейчас буду показывать вам прозрачные. Мне еще и моя подружка подарила, и моя зрительница прислала мне посылку. Спасибо большое! У нас здесь они не продаются или в очень ограниченном количестве на мейкапе польском. Но не всегда успеваю отхватить. Но сейчас у меня есть запас, наверное, на несколько лет. Это супер фиксирующий гель. Он, ну, буквально, знаете, как клей, наверное, выкладывает ваши брови. В таком положении, как вам нужно, и все. Они остаются на месте, но нужно наносить чуть-чуть. Этого будет вполне достаточно. Вот так он выглядит. Здесь обычная щеточка, не силиконовая, так как у Lancome. И чуть более влажный от бренда Everline. Но он тоже застывает, но он делает прям вот эффект ламинирования тоже и круто держит. Вот так он выглядит с обычной щеточкой. У меня их тоже несколько, поэтому показываю вам еще чистенькие. Потому что я обычно наношу гели после того, как я прокрашу брови, и он пачкается внутри. Мне так удобнее, но вот это, конечно, не очень эстетично будет выглядеть в кадре. Из румян. Я что-то как-то не вспомнила, что я там хвалила. Если я о чем-то забыла, что вполне вероятно, то мое мнение не изменилось. Просто мы вот только приехали, еще даже сумки не распаковала, и я быстро решила снять новый ролик. Что касается бронзеров, то вот, наверное, самый часто используемый, помимо люксовых, это пудра из линейки Terracotta от бренда Golden Rose в оттенке 4. Особенно, когда я не загорела, это очень красивый цвет, потому что он смотрится естественно. Еще мне нравится сияние в бронзерах, то есть, чтобы это был такой эффект 3D на лице. То есть, это сама по себе как бы пудра, но на лице она выглядит как бронзер, потому что она темная, но не рыжая. Это такая в цвете печеньки, и это очень правдоподобно, даже если у вас светленькая, то я уверена, что вам понравится, и им также очень сложно напятнить. То есть, он простой в нанесении, потому что это тоже пудра. Хороших тушей для ресниц сейчас очень много на рынке, как люксовых, так и бюджетных. Но вот те, которые остаются в моем сердце и в этом году, это Evelyn Variette. Она делает очень кукольные ресницы, черные, она их фиксирует, они не выгибаются как-то. Ну, знаете, если мне нужно накрасить ресницы, чтобы был эффект вау, я всегда выбираю эту тушь, а иногда еще и покупаю базу. Ну, я не знаю, по-моему, лучше сейчас ничего нет, и она на мне тоже хорошо держится, не осыпается и не размазывается. Еще одна тушь, которая запомнилась мне в прошлом году, это Max Factor Fall Slash Effect. И, кстати, многие писали мне, что у вас чувствительные глаза и Max Factor не вызывают у вас раздражения. Мало того, это тушь с силиконовой щеточкой, но она не такая, как во многих других. То есть, она в виде бочонка, здесь гораздо больше вот этих щетинок, наверное, так. И она еще лучше разделяет ресницы, они максимально легкие, они неощутимые. Но при этом мега черные и, ну, как крылья бабочки такие удлиненные, разделенные, объемные. Можно нанести несколько слоев, и только эта тушь делала мне так много ресниц. По сравнению со всеми другими, я аж обалдела, как много у меня их оказывается. Но многое зависит в том числе и от щеточки, а не только от формулы туши. Уже заговаривала, я с очень долго не снимала. Но я рада вновь сидеть перед камерой. Продолжаем. Тени для век. Вот тут я должна сказать, что я буду в отчаянии, когда эти жидкие матовые тени у меня закончатся. Это настолько красивый оттенок, и он в меру. То есть это и подчеркнутые глаза, но все равно растушевала, не растушевала, и база по тени. И вообще, девчонки, это люкс визаж, вообще вся вот эта линейка мне очень понравилась. У меня оттенок 103, он всегда и везде был со мной, куда бы мы ни ездили. А ездили мы много в прошлом году, и на каждый день, если проснулась, век нет. Если складка века отсутствует, и нужно как-то подчеркнуть глаза, но при этом такой цвет, вот он чуть темнее, чем песочный. И такой легкий смоуки айс на каждый день получается. Когда я загорела, ну вот как-то не знаю, хорошо на эти кремовые тени клеились мои топеры от Шарлот Тилбери. Любые сияшки наносишь, и это еще более интенсивно, еще более красиво. Я не знаю, что еще вам рассказать. Они стойкие, они не скатываются. Очень удобный, мягкий аппликатор. И буду скучать, буду искать. Я хотела в Украине заказать себе, когда вот была у мамы. Но когда я попадаю домой, к маме в смысле, я вообще забываю о косметике. У меня вылетело из головы люкс визаж. Умоляю вас, пришлите мне, пожалуйста, вот этот оттенок, если я не смогу найти в Польше. Не стыдно попросить. Не могу, не представляю себе свой макияж без этих кремовых теней. Там есть светлые оттенки и темные, каждый найдет для себя. Все они top of the top. Мне даже не хочется искать им какой-то аналог, что-то люксовое пробовать от чистого сердца. Говорю вам, что это фаворитище. Вообще, в этом году я заново открыла для себя жидкие матовые тени. И все началось с вот этих от бренда Riloui Pro. В оттенке, девчонки, 12. Это похожий на предыдущий, но он чуть более холодный. И это так стильно на веках, это так стойко, это так просто, универсально, тоже в качестве базы. По цветам они отличаются. Но как-то вот предыдущие вот эти матовые жидкие тени от Luxe Visage, вот именно цвет там такой, который моему цветотипу подходит супер круто. Вот эти более темные, но не менее любимые. Тоже не знаю, где искать их в Польше. Но это легкая текстура, водостойкая и вообще. И я по-настоящему любила вот эти два средства. Дальше у нас будут только палетки для глаз из категории теней. Палетка и в пир, и в мир, как говорится. И сегодня я накрасилась этими тенями совсем чуть-чуть, для того, чтобы как-то подчеркнуть веки. Из-за того, что у меня здесь был шов, я не всем могу пока что краситься. Но тем не менее, даже сейчас эти тени легли очень хорошо, без проблем. И здесь такая красивая цветовая гамма. Вот мне нравится от бренда Pupa матовая подборка и вот эта. Когда-то Pupa присылали мне большую посылку со всеми цветовыми палитрами. И вот эту я разыграла. Матовые я попробовала, еще какая-то такая бронзово-коричневая у меня осталась. И эту я разыграла, потому что мне показалось, что она будет одной из самых универсальных. И вообще, я не прогадала. Когда я купила ее в конце прошлого года, я думаю, боже мой, как я могла такую красоту отдать. Они очень шелковистые, они очень простые, они очень понятные. Они даже для тех, кто не умеет краситься. Здесь и матовые самые необходимые, и сатиновые. И вот этот сияющий, можно было бы нанести его еще в большем количестве. Получается так нарядно. Я наношу его пальцем, вот этот. Он такой золотисто-розовый, и он чем-то напоминает мне мой любимый айтинт от Армани в оттенке 11. Только более насыщенно, более интенсивно, сияющий. Вот по цвету это близко, но более заметное, вообще супер нарядное. Освежает очень красивый. И розовый вот этот, и вот этот сатиновый металлический беш в качестве такого легкого смоки айс на каждый день. И здесь есть темный оттенок, которым можно нарисовать стрелочку и для складки века, и вот для уголка глаза. Ну, короче, Rose Addiction это тоже супер вариант на каждый день. И миллион макияжей можно выполнить, правда, в одной цветовой гамме, там плюс-минус что-то розово-золотисто-коричневое, но все равно это какое-то разнообразие на каждый день. Ну, каждый раз это очень красивый, элегантный макияж. Ну, я не знаю, я не могу уже подобрать слово для того, чтобы описать весь мой восторг. Дальше бренд Seventeen. И тут я должна вам сказать, что ни одной из этих палеток я не приобретала сама. Мне это прислали, мне прислали, знаете, не просто для какого-то рекламного поста, а я начала этим пользоваться, и я уже сама от себя дальше рассказываю, потому что я считаю, что это нужно придавать огласке, и мне нравится этим пользоваться на постоянной основе. Я когда-то, помню, сидела в машине, включила свет в торговом центре, думаю, боже, что у меня так красиво блестит на глазах. И при вечернем освещении это шик и блеск, и восторг, и вообще это очень близко к Наташе Диноне. Я не шучу, я не преувеличиваю. У меня есть много палеток от Наташи Диноне. Я могу вам сказать, что это, ну, не то же самое, может, но это очень близко. Это также красиво, просто пигментировано, шелковисто, мягко. В общем, первая палетка под названием Nude Rose. Вот такие красивенные. Я показывала несколько вариантов макияжа в своем Инстаграме, в Рилсах, и в отдельной закладке есть. Божественно красивая цветовая гамма, и она очень сильно напоминает мне пятерку. По-моему, это была палитра 2 от Наташи Диноне. И какие же вот эти, они полукремовые, они такие красивенные, они так просто наносятся. Я иногда их смешиваю и для складки века, и вот это для зеленых, для голубых глаз. Ну, карим вообще все подходит, вам очень повезло. И также можно использовать это в качестве бронзера, румян, вот эти вот, они типа как бронзер и румяны, но вы тоже можете использовать их и как тени. Это такое благородное, очень красивое золото. Вот этот нежно-розовый, ну и бронза. Короче, вы понимаете, что я обожаю их, обожаю. Вот эта палетка мне нравилась летом, когда я была чуть более загорелой. Это та же линейка, только Sunny Side Up. По-моему, эти палетки еще продаются, надеюсь, что они не были лимитками. Здесь такая же история, есть и полукремовые. В общем, здесь несколько финишев теней, и все они мне нравились. То есть, это и цвет, и мягкость, и простота использования румяна и бронзера. Чуть более насыщенные, но тоже как тени. Наносим. Очень круто. И две палетки. Не знаю, они продаются еще или нет. Возможно, вы успели их отхватить, но я летом много раз их показывала на YouTube. Это не были спонсированные видео, и в Instagram я тоже часто их упоминала чисто от себя. Они такие потертые, здесь картонные упаковки, поэтому они чуть-чуть уже испачкались, так как тени очень пигментированные, они мягкие. Когда набираешь на кисть, особенно они чуть пылят, но под глазами они не осыпаются. Супер красивая подборка. Вау, это вау. Напишу вам название внизу. Nude Frills, наверное, and chills. Что-то такое. Один из моих любимых оттенков теней, это пыльная роза. Он матовый, коричневый. Вот эти тоже похожи на Наташу Динону. И хайлайтеры для складки века и румяна. Это самое неожиданное для меня открытие из категории палеток, потому что сначала я думала, что не моя история, но качество заставило меня изменить мое мнение. И вообще даже оттенки более носибельные, чем мне казалось. Это бренд Avaline, их Mystic Galaxy. Это палетка в металлической упаковке. Здесь у нас кисточка. Кстати, нормальная. Я ее много раскрасилась. Она хорошо наносит тени. Все сияшки я наношу пальцем. Тогда более интенсивно все передается. Лучше приклеивается на влажную базу. Ну, как вот кремовые тени какие-то раз-раз. Все так сияет. Оттенок Mars это нечто. И она фиолетово-коричневая. То есть вы можете миксовать эти оттенки, использовать по-разному, как-то комбинировать вместе. И здесь есть еще и дуахромы. Вот когда я снимаю на камеру, это не очень заметно, но в жизни прям видно, как они многогранно переливаются. И здесь есть матовые, сатиновые и вот такие сияшки, которые тоже полукремовые. И посмотрите, вот эта часть палетки может быть использована на каждый день, вполне носибельная на работу, куда угодно. Если хочется добавить какой-то акцент, какую-то изюминку макияжа, то с этой палеткой у вас все получится. Она такая про разнообразие, про то, что можно поиграться с макияжем, что можно носить не только нюдную, что-то более необычное, подчеркивающее ваш цвет глаз. Но эта палетка, вот знаете, несмотря на то, что она цветная, она вот именно благородно смотрится на глазах. И мне еще нравилось с этими тенями добавлять стрелку, так как внешность у меня не контрастная, а вот эти тени такие с фиолетовым тоном, да, и потом стрелочка. Это было очень стильно. Это не просто цветная палетка-попугай, нет, это палетка на все случаи жизни и когда душа требует экспериментов и разнообразия. Предпоследняя категория — это средства для губ и потом еще несколько аксессуаров для макияжа. Я не знаю, заметите вы это или нет, но у меня даже гораздо больше бюджетных, доступных фаворитов, чем люксовых. Я нашла свой безупречный нюдовый карандаш. Во-первых, он мягкий, он хорошо наносится, но при этом не расплывается, как бывает с некоторыми карандашами. И он сразу отдает цвет, и это такой актуальный нюд. И не теплый, не рыжий, но при этом не слишком холодно-лиловый. Он более холодный, но вот это такой оттенок, который я настоятельно рекомендую попробовать вам. Он помогает и скорректировать форму губ, что-то докрасить, что-то выровнять. И я не знаю, как ему это удается, но он хорошо смотрится, играет с разными помадами. Вот сегодня я использовала его даже не с нюдом. Вот. Это бренд Seventeen, оттенок 02 Pink Tint. У меня их было два, второй уже практически закончился, лежит в сумочке. К счастью, есть еще один. Если бы у нас продавалась косметика Seventeen, я бы купила себе штук пять, чтобы они у меня были везде. Сегодня я использовала остатки помады, которая тоже была со мной целый прошлый год. Это L'Oréal. Вот такая автоматическая. Она довольно длинная, и она матовая, такая бархатистая на губах. Оттенок 102. И вот если вы боитесь классического аромата помад L'Oréal, здесь все совершенно по-другому, потому что она пахнет приятно какими-то сладкими конфетками. То есть это не такая отдушка, как и раньше, но здесь такой цвет. И это совсем не карамель блонди, как они его называют, 102. Это розоватый нюд, наверное, так. Она очень долго держится, она не размазывается, она удобная в использовании. И вот именно этот оттенок. Я смотрела, Maybelline похоже, но он все-таки другой. Вот этот куплю снова. У нас часто бывают скидки на L'Oréal, поэтому отхвачу с 50% или всегда можно найти онлайн. Кто бы сомневался, конечно же, я покажу помаду Seventeen. Жидкую, матовую. Самая комплиментарная помада, о которой вы чаще всего спрашивали везде, где бы я ни была ей накрашена. Это оттенок 6. Я знаю, что он часто бывает распродан, но это тот цвет, за которым стоит погоняться. Здесь удобный мягкий аппликатор. Часто я наносила ее даже без карандаша. Супер пигментация, убийственная стойкость. Конечно, как каждая стойкая матовая помада, она с течением времени может чуть-чуть подсушить губы. Но это не критично. Поверьте, что даже в люксовых помадах бывает гораздо хуже. То есть, тут ты платишь за мега-стойкость. Я крашу ей губы всего один раз в день. И мне хватает до вечера. И даже если она съедается внутри, она делает это настолько красиво. Может, у меня пигментированные губы, это не так заметно, но получается такой красивый градиент. И по краям она всегда держится столько, сколько нужно мне, пока я сама не решу ее смыть. А если я вижу, что губам не мешало бы увлажниться, то я наношу какую-то прозрачную помаду или любой блеск. Это мой фирменный оттенок губ. И у меня этих помад несколько, к счастью. Поэтому я могу продолжать ими пользоваться. Еще мне нравился оттенок 01 из той же линейки 17. Еще и с вот этим карандашом. Значит, смотрите, это довольно светлый нюд. Я всегда говорю о том, что я наносила эту помаду конкретную, потому что если намазать полностью все губы, ну, лично на мне это как-то потом сливается со всем цветом кожи. Поэтому я чуть темнее делаю контур, потом граммульку этой помады растерла вот так пальчиком, и получается так красиво. Это такой нюд. Прям, ну, не знаю, сложно было бы поискать что-то похожее или лучше. Лучше не знаю, но зато это стойка, это долго держится, это со смоуки айс или на каждый день под маску из новенького за прошлый год. Вот такие бальзамы для губ от бренда Люкс Визаж. У меня было много оттенков, и они до сих пор есть по разным сумкам. 104 у меня часто лежит где-то здесь дома. Это бальзамтики, которые хорошо увлажняют губы. Они не то что вот долго остаются на губах, нет. Но в качестве такого повседневного средства класс. Если вы выжили до конца этого видео, я вас поздравляю и спасибо вам за это. Я покажу вам те кисточки, о которых вы спрашивали постоянно. Несмотря на то, что я не визажист, но раз у меня что-то получается, то вполне вероятно, что с такими аксессуарами и с такими косметическими средствами получится точно так же и у вас, не профессионалов макияжного мастерства. Первая кисть от бренда Seventeen, она была в пиар-рассылке, я как-то скептически к ней отнеслась, а по факту я пользовалась ее чаще всего для нанесения тона, для растушевки кремовых текстур. У нее очень универсальная форма, это искусственный ворс, и эта кисть заявлена как кисточка для тонального. Но она очень мягкая, она хорошо растушевывает любую кремовую текстуру, и при желании вы даже можете ее припудриться, вот нанести, например, на Т-зону, для того, чтобы убрать жирный блеск. Она, правда, сейчас без ничего, это я так вам просто наглядно демонстрирую, как это можно все сделать. Следующая кисть была использована для пудры, она очень мягкая, она наносит пудру так нежно, вуально, вот прям суперкрутая, форма здесь удачная. Когда я заказывала ее, я не знала, что здесь будет написано Make Up Forever, и если уж совсем по-честному, я без понятия, есть ли такие кисти у Make Up Forever, я была бы рада, если бы здесь не было никаких надписей, а просто вот такая безымянная кисточка. Она очень хорошая, и я думаю, что в моем инстаграме, вы тоже видели ее неоднократно, это говорит о том, что я здесь не просто что-то рассказываю, все, что сегодня в ролике, было во многих-многих других, и везде, на всех площадках, где я что-то показываю и рассказываю. Это две кисточки от бренда My Destiny, у меня была еще одна, но вот этими пользуюсь все-таки чаще. Это универсальная кисть, наверное, это натуральный ворс, в отличие от предыдущих двух, и она очень здорово наносит пудру под глаза, я перестала делать бейкинга, вот так пудрочкой прохожусь, и этого мне достаточно. Также можно наносить румяна, припудривать, опять же, Т-зону, румяна сказала, хайлайтер, при желании можно скульптор растушевать, то есть можно купить или одну кисть, но придется ее мыть каждый день, если вы так будете все-все-все сразу красить, или же несколько вот таких, она очень-очень удачная. Не уверена, что... А, так, стоп, это номер 017, я тыщу для вас все нужные ссылки, и кисточка не для всех, наверное, она 028, ну смотря для каких целей, тоже хайлайтер можно растушевывать, но так как у меня большие глаза и довольно много века, есть где тут разогнаться кисточкой, я наношу растушевочный цвет, очень объемно, очень пушистый, это натуральный ворс, и у меня есть такой оттенок от бренда MAC, который я часто использую, вот просто для того, чтобы максимально сгладить границу, чтобы был такой прям переход в кожу, я макаю этой кисточкой в тени MAC, хоп, прошлась, и все нарисовано, вот как-то она так очень здорово набирает тени, и отдает, и вот в последнее время мы не разлучны. Фух, вот такое вступительное видео, первое видео в 2022 году, чтобы не ошибиться, сосредоточилась, надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, впереди много влогов, также других интересных роликов, если вы еще не подписаны, исправляйте это, у меня на канале очень много разнообразных роликов, и не только о макияже и о уходе, я думаю, что каждый найдет что-то по душе для себя. Все, целую, обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.